Россия Россия, Украина, Белоруссия, нас окрестив, сроднила кровь Христа, мы троица с божественными кузами. Новое планетарное телевидение молодежи сегодня представляет православный праздник. В 70-м веке дна ВДНХ праздник связан с успением Божьей Матери. И он называется очень красивым названием «Медовый спас». Говорят, что в этот день благословляют мед и его можно есть. Украина, Белоруссия, Россия, нас просветил Господь во тьме. Насталь хранил, как ангельская сила, славянских богам избранных племен. Насталь хранил, как ангельская сила, славянских богам избранных племен. Итак, добрый день. Мы находимся в 70-м павильоне. Здесь проходит грандиозная православная выставка, связанная с праздником. И сейчас я беседую с отцом Севастьяном. Будьте любезны. Добрый день. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, и скажите, что это такое у вас здесь на столе, так аппетитно, так красиво. И что это за праздник такой? Праздник у нас сейчас началась выставка в честь Успения Божьей Материевого храма. То есть тот праздник, который предваряет Успенский пост, начинающийся с 14 августа и по 27 августа включить. Праздник хранил, как ангельская сила, славянским богам избранных племен. Который извершает именно праздник Успения Божьей Материевого храма. Выставка, соответственно, и посвящена этому событию. Сам пост, сам пост, он относится к строгим постам практически, как и Великий пост. Как и Великий пост, чуть-чуть только может быть послабже, но строже, чем остальные два поста. Почему он называется Медовый Спас? Такое красивое, фантастическое название. Медовый Спас, Медовый Спас. Медовый Спас. Так как в первый день поста происходит изнесение честного отрыва Господня. И в этот день освящаются плоды и мёд. Что такое изнесение в это древо, если можно, для тех, кто ещё не пришёл к православу? Эта традиция ещё происходит из древней Византии. Белоруссия. Россия, Россия, Украина, несут свой крест. То есть именно в августе было много страшных болезней. Страшных болезней. И люди, так сказать, не бегая к помощи Божьей, к Великой святыне, то есть Христу Господню, износили Его из царских сокровищ и сели по улицам, таким образом побеждали болезни. То есть это такая помощь особая Бога, которая оказывалась в эти дни. А вот извините, вот здесь на столе я вижу, что здесь находится и колбаса, и там икра красная даже, и рыба. Это не пост, это только конец поста. То есть лесные продукты, в течение всего поста запрещены. Мы их только употребляем после поста, после успения Божьей Матери, если этот праздник не совпадается со средой и пятницей. Значит, сегодня пока мы можем еще есть колбасу, а завтра уже нет. А уже 14-го числа мы уже не можем. А вот там мед такой красивый стоит, я вижу. Это что, в этот день какое-то особое свойство мед приобретает? Славянские народы, сольются в православный океан Белий. Мы, когда именно в это время созреваются плоды, и человек в благодарность Богу освещает плоды. Тем самым показывая благодаря Богу. И после этого мы уже можем вкушать плоды и так же. То есть вот мы сегодня вкушаем, вот такой накрывается, как праздник, красивый стол, где икра, и рыба. И все-все тут просто-все просто красота. И с завтрашнего дня, у жителей нашей страны, те, кто ходят в церковь, кто являются воцерковленными, и те, кто не являются воцерковленными, им лучше вот себя воздержать. Ну, конечно, лучше. А что есть в пост? Что есть в пост? В понедельник, в среду, в пятницу у нас сухоедение. То есть мы совсем не едим даже вареную пищу. Никакую, да? Да, без растительного масла. Соответственно, в течение всего поста мы не употребляем скоромную пищу, то есть сливочного масла, яйца, конечно же, и мясо, и также и рыбу тоже не вкушаем. Во вторник и четверг нам разрешается вареная пища, но также без растительного масла. И только уже в субботу и воскресенье нам дозволяется пища с елеем, то есть растительным маслом, и также благословляется вино в терапезе. В течение поста только один день, это праздник в честь преображения Господа нашего Иисуса Христа, нам дозволяется рыба. И так по соображению также подбирается весь пост до успения Божьего Матери. Скажите, такой вопрос. Это так питаются в монастыре, да? Или, в принципе, сегодня каждый православный человек должен вот так питаться? Это правильно, да? Это полезно? Это церковный устав. Вот скажите, пожалуйста, выставка 7 лет назад началась, она была маленькой. И сегодня она выросла вот в такую огромную, огромный павильон. И здесь так хорошо, и здесь есть все поделки из разных городов. Каким тоже вы видите будущее нашей страны, православной страны, там через несколько лет? Как это будет развиваться? Можете так скажем? Ну, не то, что так сказать, но посмотреть, немножко сказать. Каким видеть я его не могу никак, но каким хотелось бы... Хотелось. Каким вы хотелось, да. Хотелось бы увидеть, чтобы наше общество, то есть те люди, которые считаются православными, это, знаете, 80% нашего населения. Ну, русские люди, назовем. Да, 80% населения нашей страны считают себя православными, но по факту это не так. От силы 15-10% люди действительно, которые регулярно исповедуются и ведут с этим духовную жизнь. Хотелось бы увидеть, чтобы те 80%, которые именуют себя православными, стали православными. Белоруссия, Россия, Украина, несут свой крест, смиренно сквозь года, и потому во веки неделимые, как три сестры, родные навсегда. Спасибо вам большое, у меня семья, красиво, здравствуйте. Спасибо. Север приглашаем на выставку, я имею в 70-й павильон. Да, 70-й павильон, из какого выставка выходит? С 11-го по 16-го числа мы ходим выставка, пожалуйста, всех приглашаем. Он свободный, всех приглашаем. И потому во веки неделимые, как три сестры, родные навсегда. Несут обед сквозь гибельные годы, что преподобным Серафимам дан. Великие славянские народы зальются в православный океан.